это я вам показал кусочек улицы большой морской в городе севастополе самый центр самое такое ходовое место и это главпочтамт я много лет назад здесь вот на этих улицах вот везде вот здесь все обошел работая дистрибьютором сетевой компании который занимал большой крупный огромный процветающие сегодня которая занимается проблемами связаны с улучшением здоровья за счет правильного питания и снижение веса я занимался тем что находил здесь клиентов на улице я проводил социологический опрос был такой метод жесткий такой метод ты подходишь к любому человеку на улице и говорю здравствуйте меня зовут так-то листочек бумаги я провожу социологический опрос у вас есть пара минут ответить не на вопросы человек да и я с ним начинал отвечать или да пошел ты надоели ходить ходить и тут достали уже и ты как оплеванный утираешься идешь дальше потому что тебе надо кушать потому что тебе надо заработать денег потому что тебе надо продать продукт и подписать дистрибьютор кровь износ любой ценой все вопрос закрыт и чем больше ты ходишь тем больше людей знает что ты сейчас подойдешь и поэтому тем больше людей тебя посылает и это ужасно но делать было нечего такого был метод работы и я пахал я пахал как зверь я учил своих людей мы толпами выходили сюда здесь работали и однажды просто доведенные до отчаяния потому что в вид выход был мизерный что-то там конечно зарабатывали продавали но так чтобы только перри перебиться я увидел здесь мерседес а в нем сидит молодой парень красивая машина такая тогда их мало было я подошел к нему и говорю слушай друг ты меня извини конечно мне неудобно спрашивает но все-таки скажи мне что ты такое знаешь что ты вот ездишь на такой машине а я нет чем ты таким занимаешься что я вот вот не 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 могу заработать денег а ты вот заработал на такую красивую машину кто ты вообще вот скажи ему он у меня так посмотрел вот так вот посмотрел очки поднял говорит ты чё друг долбанулся что ли каждый крутит свое кино и я понял действительно каждый крутит свое кино в том мире в котором он жил было не принято делиться да и сейчас не принято делиться секретами а в нашем бизнесе принято делиться секретом более того если ты не будешь это делать ты пропал ты должен отдать все что ты знаешь людям вообще-то это принцип любого бизнеса если по большому счету такой божеский принцип давай и дастся давайте написано и дастся вам меру полные нагнетенные утрясенную на отсыплют в лона ваша давайте я испытываю потребность поделиться людьми как прорваться потому что долгие годы не один и не два и не три и не пять и не десять я страдал я не спал ночами я мучился от угрызений совести что я не могу обеспечить семью мне было стыдно смотреть детям в глаза мне было стыдно смотреть матери особенно отцу в глаза который ждал ну что сынок когда когда ты обещаешь что ты вот скоро поднимешься когда это будет когда это будет год за годом год за годом год за годом ни хрена ничего кроме долгов кроме тоски кроме сухомятки этой финансовой стыда и позора рубашки старые ботинки надо подбивать проблема дочку отправить куда-то на конкурс танцевальный сто долларов собрать это надо мучительно работать ужас домой людей пригласить стыдно обои ободраны долги машины нет все за долги все за долги все в долги и пашешь и пашешь и пашешь и это при том что ты ездишь на разные обучающие тренинги читаешь книги читаешь книги про миллионеров и видишь живых людей которые зарабатывают ё-моё это трагедия это страшно это это не каждый может выдержать это надо было мне десять лет с лишним работать в одной компании и не преуспевать там делать вид как дела все отлично все классно а на самом деле на душе как говорят кошки скребут и поэтому я знаю какого людям потому что я знаю что если ты продолжаешь если ты долгишь в одну точку то ты читаешь что ты ищешь ты связываешься ты продолжаешь ты натыкаешься на неудачи но наконец наступает момент когда ты прорываешься так было со мной на меня просто обрушился финансовый дождь какой-то момент какой-то момент я нащупал нечто и пошло 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 и десятки тысяч долларов в месяц там где даже трудно было предположить что это возможно вдруг как бы ни с того ни с сего но это не ни с того ни с сего за это была заплачена цена два момента два важнейших момента чтобы нам с вами прорваться я испытываю потребность помочь я испытываю потребность помочь вам прорваться если вы в таком же положении я знаю что нужно освоить два момента понять осознать принять эти два момента и научиться их преодолеть для успеха в сетевом маркетинге да и везде собственно говоря но здесь особенно здесь вот этому мы посвятим дальнейшее дальнейшее с вами общение на этом блоге если вы заметили я взял линию на то чтобы оказать помощь людям которые бьются сетевых компаниях безрезультатно в надежде на успех вот я взял линию на то чтобы помочь достичь успех тот кто будет каждый день здесь со мной каждый день каждый день тут узнает как это сделать во всяком случае я расскажу открыто и и и и покажу все что я знаю ждите верьте надейтесь и работаете и все у нас будет классно смотрите что там внизу я сейчас написал для вас это план вперед все у нас будет хорошо